Субтитры делал DimaTorzok Вот, где меня выставили таким идиотом, что... Причем специально было сделано. От моей имени это... Устроили вопрос-ответ, а я якобы отвечал. Знаете, я почему буду по-прежнему преследовать этот журнал? Представьте себе, когда мне говорят, Валерий Константинович, там от вашего имени работает, мы знаем, что это не вы. Ну, это... А если реагируйте, я захожу на сайт, пишу сайт, доходясь. Тогда было еще 200 тысяч. Это значит, в добром мире он был этих-то. Знаете, там первая фраза была? Я Железов. Знаю больше всех. Я научу сейчас тысячу академиков, как надо выращивать сады. Поняли, да? И дальше все в таком духе. Это было прекрасное, великолепное, чтобы расправиться со мной. Вот. Провокация. Вот такая вот была. Обида была страшная. Почему? Потом однажды. Кажется, это вы, как бы сказать, гражданин Реплик, гражданин с большой буквы, обращались к ученым, чтобы с Железовым начать сотрудничество. Ну, переделал технологию, то есть все там его технологии, вот это. А это вы, по-моему, написали. Ответ был такой. Железово проходимец. И вот благодаря представительному хозяйству я стал проходимцем после того страшной фразы, той страшной, что я Железово сейчас научу тысячу академиков. Представляете, вот зачем это было делать, вот, что потом от меня отвернулась наука. Тогда я сказал себе, вот, если бы, ну, разные годы, я хотел, это очень важно, это у меня наболело, это тоже, кстати, учеба, наболело как? Вот они, у них любая статья, это стопроцентная правда. Это стопроцентная, не вызывающая никаких, не должна вызывать никаких сомнений. Вот так и точка. А потом был скандал, когда они написали, вы что же это самое, все наоборот, наоборот, вы же, получается, нас грязью поливаете? Вот, то есть это, ну, я-то на других источниках отвечал, вы же мне перестали печь это, так было. Иудина, Тамара Александровна умерла, в которой я дружил, вот, так было. Вот, редактор этого, представительного хозяйства. И тогда наступило вот это время. И я еще хотел, ну, почему нельзя, вот тут же, после вот такого статьи, тут же какой-то рецензии. Тут же. И тогда человек, чтобы хотя бы засомневался. Смотрите, вот пример. Сейчас я даже покажу вам этот журнал. Вот. Чтобы вы не сомневались, что, ну, сегодня это, я подошел в журнал, в зал библиотеки, я же не мог, это самое. Хочется, чтоб все правду было. Эй, Карл, где ты? А вот, вот, она в сторонке. Внимание. Видели? Вот. Вот. 19-й год, это 4 года назад, номер 2. Дальше. Открываем. Эту страницу я сфотографировал. А обрезка эту. Смотрим, почему я это говорю. Итак, обрезка. Я выделил, все не будем. Вот. Все не будем. Есть советцы, которые не согласны, зачем, чтобы вы все это знали. Я даже не хочу этого. Итак, обрезка – целая наука, которой посвятили свои труды многие отечественные забережные исследователи. Ну, так получилось, я не виноват. Вот сейчас я выставляю себя против тысячи академиков. Вот сейчас да. Почему? Потому что та обрезка, как целая наука, это была страшнейшая ошибка. Вся полностью, вся наука, обрезка выделена. Выделена полностью, предназначена для уничтожения садов. И не просто уничтожения. Потому что надо уничтожать постепенно. Надо, чтобы заболели, чтобы покрылись мхами, лишайниками, грибами. Чтобы на них завелись страшные толпы этих дерева, потеряет иммунитет. И тогда уже тля не умирает. Здоровое дерево ее убивает. У нее есть эти самые, так сказать, специальные клетки для этого. Чтобы уничтожить этих самых тлю. Тля процветает. Простор толпу муравьев вот такими реками по дереву. И теперь обвиняет. Ага, это муравьи, оказывается, не искореченное дерево виноват. А виноваты муравьи. И с больной головы на здоровье. И началась страшная, гигантская, миллионноразовая реклама. Средств по уничтожению муравьев. И муравьи были признаны главными врагами садов. Это одна ошибка, вот эта. Обрезка целого наука, как тут написано. Потащила за собой все. Дерево ослабело и пошло-поехало. Вот. А потом бесконечные мази, подскормки. Ой, так, все, а то я сейчас матом буду. Теперь смотрим третью колонку. Смотрите. И вот когда, как целая наука, человек решил научить нас, сирых, убогих, как правильно провести обрезку. Итак, если удалять ветку целиком, так называют обрезку, на кольцо, поняли? Целиком. Делается это для того, чтобы не дать кроме загущаться. А если уже случилось, то с целью осветлеть. Дальше. Глядя вот на эту фотографию, еще раз, ребята, умоляю. Запомните, это мой постулат. Вообще-то, по большому счету, по большому счету, это один из законов природы. Почему? Дерево, даже без нашего вмешательства, без нашей пилы. Помните, вот такие вот рады оставляют? И говорят, правильно спилено. Вот такая рада, миллиметровая оставляется на плывчике. Вот это правильно, вспоминаем? Я уже долблю третьи сотни этих фильмов. Ой, вебинар. Не считая тысяч фильмов. Вот это у них правильно. Так вот, значит, я вывел, пусть постулат. Постулат, у меня был где-то друг этот самый, я же на него ссылаюсь как на суперавторитета. Понимаете? Полтора миллиона книг. Кто издал? Полтора миллиона. Так вот, значит, он меня, так, значит, не имеете права называть постулатами. Давайте назовем, ну, книга общая, давайте назовем гипотезу. А как можно назвать гипотезу? Это значит то ли правда, то ли нет. А я знаю точно, что это абсолютная правда. Она должна быть идти уже в разделе, там, допустим, уже аксиомы. Даже закона, это уже закон. Я впервые называю это законом. Это закон, один из законов природы. Уже не постулат. Постулат им назвал скромно. Хотя это было настолько непривычно, что это самое, очень трудно было издавать общую книгу с Курдюмом. И тогда этот закон звучит так. Любая отрезанная ветка, веточка, вот, прищипывание, есть еще прием скручивания, значит, обламывание, отрезание, отпиливание, любая, а их производится каждый год только в России, миллионы, миллионы, десятки миллионов, а по всей планете миллиарды, все они обрезки на каждом, на любом дереве, на любой веточке приводят к загущению. А этого целая наука. Вот тут-то, конечно, меня подставили капитально. Вот эти люди, да, вот эти люди меня подставили, которые, сами считают, что нападает рак, то есть нападает рак, как гриб, и уничтожает совершенно здоровые деревья. Это продолжение этой темы. Но я самое главное сказал. И я впервые говорю, да, вы меня подставили, вы сказали, я потом найду эту фразу, вот, вы меня сказали, что я, это, наглый, самоверенный, самовлюбленный, научу тысячу академиков, так вот, прошли годы, и оказалось, что вот это, а это 19-й, ну-ка, еще раз, это 19-й год, так, еще в 19-м году вся наука считала, что обрезка на концу правильно и не вредит дереву, а я еще говорю, что она уничтожает миллионы каждый год по России. Одна из причин болезни и отсутствия в нашей стране настоящих садов. Я наоборот, показывал, еще буду показывать, если веточку не трогали или обрезали, но вот вынуждены были, наставили вот такой сучок, ну, к примеру, вот такой, я же не виноват, что мне пришлось вот этим заниматься, вот видите, но если оставили вот такой сучок, вот, а по большому счету это продолжение жизни дерева, вот, вот все сказал, вот, теперь мне легче будет дальше разбираться уже более детальных, потому что обида сидит страшная, вот, за что, за что вы меня это, чтобы меня потом ученый мир назвал проходимцем, и там не только была эта фраза, там уже что, там несколько месяцев царствовал уже этот, с моей фотографией, и ведь знали редакторы представительного коллега, ваш сайт, на вашем сайте вам мои друзья, вот, а это не Железов, а помнитесь, это не Железов, ноль внимания, ну вот, пожалуйста, теперь вы знаете, что обрезка на кольцо никогда, никаким видом, и вообще, прежде чем осветлять деревья, надо хорошо, хорошо подумать, потому что любое осветление приводит к их загущению, а про это теперь знаете вы, а академики, простите, боюсь, что не знают, иначе зачем было человеку, который подписался как агроном, а значит, он закончил вуз, целая наука, а эти читали целые книги посвященные обрезке, вот, их будет жечь, да вот, сейчас их уже никто и не читает, так, сейчас лоточек, теперь спокойно будем разговаривать, иначе иначе